Привет-привет, друзья! Как ваши дела? У нас все хорошо. Получили вот другую машину. Вольву. Симпатичную Вольву, как я говорил в прошлом выпуске. Закрыты здесь баки. Белый перед классный. Ну и комплектация здесь немножко получше, чем у прошлой. На такой Вольве я работал на первой каденции. У меня номер был 7457, а на этой машине 7456F. Одна цифра только отличается. Вот. Машинка классная, новенькая. Ну как новенькая? Ну, 128 тысяч. Считается еще новая машина. Нужно обязательно заехать на мойку, помыть будет ее. Вчера приняли машину, приехали здесь на двоечку, сделали перецеп, принимали вгруженную машину. Груз был с Италии на Латвию. Отцепили прицеп, зацепили пустой. И сегодня нужно поехать, пройти на машину техосмотр. В машине уже в декабре месяце будет год. И техосмотр подходит к концу. Поедем сейчас проходить техосмотр. Вот. Будем работать дальше, ребята. Направление у нас так и остается. Скандинавия, Европа. Блин, на улице уже такой холод. Дубак, можно сказать. Сейчас в Польше ночью минус один, минус два. Вечером вчера два градуса, но холодно капец. И днем холодно. Так что, кто едет на каденцию, берите теплые вещи. Обязательно какие-то, какую-то обувь теплую. Сапоги, может. Может, мы вот хотим кроксы купить. Я говорю, что у нас все хорошо, но на самом деле, друзья, не совсем все хорошо. Включилась небольшая маленькая беда. Моя жена немножко приболела. Зайка моя немножко заболела. Уже сколько? Третий день, да? Третий день, в температуре. Вчера начала кашлять. Все расскажу. Лечиться не хочет. Вредничает. Вот. Тяжело болеть в дороге, конечно. Ну, блин, надеемся, что сейчас день-два и станет все хорошо. А, у нас планшет упал, смотри. Вот что упало. Приобрели новый планшет. Samsung Galaxy Tab 7 Lite. Упал сегодня ночью. Магнит. Купили вот магнит. Он отклеился от планшета магнит. Вообще голимый какой-то магнит. Надо сейчас что-то примутить. У меня есть вилсероний скотч. Попробуйте. Ой. В поиске аптечки. Еще вещи толком не разложили. В палетнике беспорядок. Вот аптечка наша. Жена у меня молодец. Она мне нравится. Сама заболела. И говорит, сейчас будешь у меня витаминки пить с водой. Таблетки мне какие-то сует. А сама все через силу пьет. Она у меня медсестра. Ну и они такие, что сами лечиться не хотят. Лечат только других. Я тут жалуюсь. Лечиться не хочет. Закрой дверь холодно. Холодно. Не, ну лечится, лечится. Зубами скрипит, но лечится. Заставляю ее лечиться. Ну, сегодня уже получше. Вчера вообще кашель у нее был. Жесткий прям. Я начал переживать, потому что, не дай бог, если она конкретно заболеет, какой-нибудь короной, то это будет проблема. Ну, сегодня вроде как получше. Будем надеяться, что все будет хорошо. Закрыли прицеп. Прицеп после рыбы, после мойки. Открыл его на ночь, чтобы проветрился немного. Поезжаем на техосмотр. Едем в Каморнике. Перецепили здесь уже на выезде с Познания. Был прицеп, сейчас до Каморнику 21 километр. Скрипили навигатор. Решили поменять навигатор, потому что тот у меня Lenovo был, да похем. Начал немножко компонсировать мозги. Пропадать у него начали спутники, что-то в моменте. В общем, не держал связь со спутниками. Ну, и отслужил уже свое навигатору 4 года. Пришло время менять девайс. Любимая жена лечится потихонечку. Специально, кстати, друзья, навигатор покупал белого цвета. Мне кажется, что на солнце не так будет греться, как черный. Попробуем белый. Потому что у меня тот, если была жара, машина стояла, сразу перегрев батареи. Может, белый не так будет греться. Продолжение следует. Ну все, по-моему, прошли тихосмотр, все проверили, сказали подождать в машине пока что. В каюте сказали. В каюте, да. Чекать в каюте. Он, видишь, пытается немножко по-русски даже говорить где-то, поэтому, наверное, в каюте сказал. Все, тихосмотр пройден. Все хорошо, все отлично. План сказал, все добро, все супер. Сейчас я вам зацеплю прицеп, покажу. Симпатичный Дарфик. Блин, этот Дарфик стал так неудобно, что нам сейчас будет выезжать не очень комфортно. Вот таких два ДАФа красивых стоят. Камуфляж. Ну а мы поехали на паркинг, встанем и будем ждать задания. Заехал развернуться. Вот здесь вот раньше была база фирмы Илтранс, где работал, где начинал свою карьеру дальнобойщика. На следующем повороте поверните налево. Приехали на паркинг. Будем здесь ждать задания. Сейчас почищу картошечки. И как мясо замариновало уже. Покушаем и ляжем, наверное, поспим. Потому что хрен его знают, когда мы там поедем куда-то грузиться, может это ночью будет. А мы не выспанные, поэтому сейчас покушаем и попробуем поспать. Добрый вечер, дамы и господа. Ну что, мы поспали. Сейчас уже без 15.05. И дали нам задание. Сейчас едем в Германию за Берлин. Делаем там завтра прицеп. Меняем прицеп и едем на выгрузку в Швецию, в Хельсенбург. Поспали, как знали, что будем вечерком. Ну, будем работать немного. Всю ночь не будем работать. Это хорошо ехать 480 километров. Всего лишь где-то, думаю, к часу ночи мы встанем на паузу. Приедем на прицеп, рассыпимся. Со сменщиком еще не созванивались. Будет он уже там или будем мы его еще ждать. В общем, рассыпимся, либо зацепим уже другой прицеп. И поедем потом в Швецию. Вот, сейчас с Викой здесь чайочек. Пончики. Чайок пьем и выдвигаемся. Темнеет уже рано, уже, наверное, в пятом часу. Да, в 4 часа уже темно становится. Капец. Ненавижу такое время. Ну, все, подкрепляемся, пьем чаек и полный вперед. Тем временем мы заехали на парковочку Порт-2000. Сейчас пойду, схожу в Тиршоп, посмотрю ковры. Ну, они здесь точно есть. И куплю. Вика пошла там салатика купить. Зайка ко мне пришла. Вот такие ковры берем. Такие ковры и щеточку возьмем. Машинку будем шаровать. И Вика смотрит себе сковородку. Блин, мороду есть, но она уже загромная. Жена хочет. Блины печь. Пойдем там в магазине, если что. Да, пошли, если что, вот эту зайду возьму. Все, на выход. Вонючку? Да. Пошли посмотрим. Ты ванильную хочешь? Я не знаю, но только не лимонная. Тут как бы коврить можно. Да? Чуть-чуть можно. Вот мы такую покупали, Вике не понравилось. Мне то она бы разбирается. Мне мне нравится. Ну, в общем, выбирай, какая тебе нравится. Водючек здесь до хрена. Немножко уцепляемся, покупаем кроксики. Кроксики. Это есть видео, шуточное, про настоящего дальнобойщика и про кроксы. Как-то там говорится, если про педали что-то. Типа у настоящего дальнобойщика обязательно должны быть вот такие кроксы. Ну, я не помню, как там конкретно, но, в общем, есть такое видео. Да, пошли бы такие педали было. Да. Порванные... Что-то там, порванные? Не, а порванные трусы это уже профессионал. Ааа. Порванные трусы или носки это уже профессионал. Но кроксы должны у настоящего дальнобойщика быть. Формулировку не помню. В том году тренд был такой, я сам еще тикток снимал. Забыл просто. ну вот такой результат ковров классно свежо тогда уютненько стало по-домашнему 240 злот стоит ковры еще немножко у ляжется так легли вообще классно когда ковры покупаем учимся учимся на чужих ошибках у меня хороший знакомый говорит купил ковры сразу их не положил поехал бросил потом на паркинге начал стелить ковры они не подходят и вернуться в тот магазин где покупал сразу не было возможности приехал через энное количество времени уже не поменяли к вот поэтому купили сразу застелили проверили все подходит если не подходит занесли поменяли либо вернули денежку вкусную вонючку обязательно купили которые так вкусно пахнет мне с лимоном больше нравилось как ты себя чувствуешь так ну а мы сейчас на мойку заезжаем и германии осталось совсем немного заезжать в германию класс класс мне до сих пор глаз не может налюбоваться коврами бомба на мойку самообслуживание заехали я натер машину вика вот споласкиваете сломалась щетка друзья купил только что новую щетку сломалась представляете может быть что-нибудь примудрю красавица даже чистенькая сколько денег потратили на мойку примерно 11 злот ребята всего лишь 11 злот потратили на мойку 2 евро грубо говоря на машину приятно посмотреть но сейчас не видно да давайте вам завтра утром покажу лечить на заправке на заправку будем заезжать вот чуть не отмылась а это наклейка все все круто что у нас там века приобрела ходила за сладиком что-то еще прихватила вкусненько сейчас посмотрим это сладкий да ну почти такой же банки купили шашлык и шкварки на нем еще мясо и шкварки лучок ну в общем что друзья вот так вот жена моя замачиваемся с ковры до шашлычок и колы надо достать это вот так вот жена моя купила шашлычок это что я хотел сказать замачиваем ковры и ладно забыл неважно что-то хотел забыл вот такой результат мойки чистенькая красавица холодно холодно на улице друзья минус четыре градуса вода уже замерзла в бедре буквально полтора недели назад даже меньше купались в море а уже мороз заправил уже с той стороны управлял там под девятой колонкой здесь две машины было на очередь там сразу заправил потом приехал сюда заправляем бак и раз до полного уров где-то 40 литров должно влезть вот и от блю продают здесь только в канистрах возьмем от блю канистре и придется еще в шведска заехать заправить от блю температура 37 37 температура у вики 37 между 36 и 9 37 37 округляем сейчас в общем вика проедет два часика мы уже заехали в германию проехали где-то километров 30 по германии движемся в сторону берлина потом будем двигаться в сторону нюрнберга по девятке на девятом автобане у нас будет перецеп вот температура вроде не сильно большая но все равно кашляет периодически носик сопливит давайте друзья пожелаем вики в комментариях скорейшего выздоровления чтобы она быстрее выздоровела и все было хорошо тяжело тяжело в этой работе болеть по себе знаю раз был заболел не помер ковер вообще бомба место вообще так много стало на как будто увеличилось пространство все погнали выключай свет делаем романтику красную подсветочку выезжаю вика первый раз на этой машине щас все тоже самое в германию пришла зима красиво стали уже на паркинг последние 100 километров вот идет снег девятый автобан берлин нюрнберг уже сколько сколько уже пол четвертого утра вот только стали я вот думаю нужно было не щетку покупать нужно было уже лопату покупать но я скажу что автобан так немножко уже заверила ну понятно тоненький вот такой где-то слой ну блин если так снег будет то к утру будет беда но в германии оперативно оперативно должны сейчас выехать дорожные службы чистить посыпать в германии все это дело делается очень быстро ну так конечно красиво деревья белые травка покрылась белым снегом класс класс с одной стороны класс с другой стороны не класс стороны работы если смотреть то совсем не класс так вообще прикольно зайка первый снег наш вышли просто на снег посмотреть походить немножко по снегу я расстроилась что в беларуси снег а здесь нету спустя день мое желание реализовалось да вчера только говорила что блин в беларуси снег классно классно а здесь нету вот здесь пошел снежок красивые деревья да вообще машинка тоже красивая у нас все друзья будем ложиться спать и уже в следующем выпуске я включусь завтра сделаем перецеп и поедем в швецию будет два парома давайте ребята до следующего выпуска с вас комментарий жирный лайк подписочка ну а с меня прикольные видосики всем пока до новых встреч завтра встреча с вами Продолжение следует...